Субтитры делал DimaTorzok Я не могу столько сразу обстоятельств, которые мешают нам с вами поговорить Да, это нормально, это в духовном мире оно так и происходит Мы живем вот этим телом грубым, а там совершенно все иначе происходит Надо туда вникать, в мир духов, потому что мы сами духи Наша плоть ничего не значит Какие у тебя дела? Понемножечку так как-то я приспосабливаюсь Устроилась на работу Приспосабливаешься к новой жизни, да? Да Ну и? Меньше общаться с людьми, но почему-то так получается, что надо Мне неинтересно стало Вот то, что там за дверью происходит, просто стало неинтересно Я еще какие-то попытки делала найти единомышленников тут у нас в городе Для себя, для Полины С этим все сложно Ну а как у тебя отношения изменилось? Ведь ты в людях что-то другое стала видеть? Другое стала видеть Тебе уже неловко, как бы места нет в отношениях с ними, да? Да, да Вот там даже не то, что... Ну вот верующие тоже, они вроде бы верующие Мы пошли, вот такой простой пример Говорю, Полина, давай хотя бы сходим, вот воскресная школа там есть Ну все-таки люди православные А это уже сентябрь Только все начинается Может какие-то новые знакомства Говорю, ну пойдем Еле уговорила, пошли Сходили, ну первое же там было собрание Во-первых, сразу все повыходили с храма Все поснимали платочки Ну, естественно, все там Женщины накрашенные Дети совершенно не понимают, куда они пришли То есть какие-то свои там, ну поведения Сразу оно прям выдает Ну и сам священий, который вел вот это вот собрание Говорил, о чем... Это занятие, занятие или просто собрание житейское? Да, собрание перед началом как бы учебного хода в этой воскресной школе То есть там дети, родители В общем, говорилось о всем, о чем только, ну, о каких-то организационных О каких-то поездках, о всем, только не о более Полина говорит, мам, я больше не поеду Я говорю, ну, хорошо Ну так мы вдвоем с ней как-то Мне может быть легче Я хотя боюсь так говорить, что мне легче А она пошла в школу То есть у нее... Я обязательно это Но она же не может в школу не ходить Там сразу начинают дети Какие-то соблазни... А почему вот и вот раз такой шаблон сразу Она не может в школу не ходить И почему она не может не ходить? Сейчас и в России я знаю много семей, которые из-за границы Вот у меня в Канаде есть Ну, брат, поверь, тоже с семьей живет Ну, и так люди в Америке, я знаю, они не отдают детей в школу Сейчас модно, знаешь, как собирают Ну, как, я не знаю, модно их сказать или как назвать еще Но популярным становится, в общем То есть родители собираются в складчину Несколько семей, да И нанимают учителей там По мере возрастания детей Или воспитатели Вот И детей не так много, знаешь, вот такие Собираются в общину По пять, по семь, допустим, человек И их учат А как отдавать? Ну, ты представляешь, что на что менять, да? То есть вот эту чистоту детскую поменять вот на какие-то знания 2 плюс 2 Ради чего, спрашивается? Представляешь, это только задуматься Мы живем вот этими шаблонами, а дальше смотреть не хочем Это как один, я не знаю, профессором себя называет Ну, кто он, я не знаю Вот Борис с алкоголем Он говорит, отдаем детей чистыми в школу А получаем оттуда Чего учат в школе? Он говорит, учат курить, пить, блудить Вот они выходят и Человек из школы Ну, есть еще программа, какая-то откладывается А потом ты через 10 лет вот спроси Вот ты что-то помнишь там Теоремы какие-то Ничего же нету, абсолютно Знаний никаких Ну, читать, писать научился и слава богу А что еще нужно в жизни? Если, тем более, если у человека интересов нет совершенно никаких Вот натаскивают вот на какие-то предметы Прям буквально Натаскивают, как собаку Заставляют, бьют ребенка Ты должен, у ребенка нету такой полочки В мозгу, чтобы понять Принять вот эти знания Понимаешь? А его насилуют буквально духовно А к чему это ребенок натаскивает? К тому, чтобы воспринимать вот эти шаблоны И жить по шаблонам этой жизни А в этой жизни правды нет Да, я тоже об этом думала Я слышала о том, чтобы детей уводить из школы Если мы хотим воспитывать в духе Божем Но я тоже молилась об этом и думала Возможно, нам не надо отходить от мира То есть мы все равно должны общаться с людьми Своей жизнью, своим отношением к Богу пораповедовать Они все равно на нас смотрят и задают вопросы А мы уже, в свою очередь, можем как-то тогда говорить о Боге И я смотрю, да, Полине Может быть, где-то это как-то дискомфортно Но она на этом пути То есть она мне там приходит из школы рассказывать Что-то, если где-то о Господе услышала или сказала Или где-то в поведении ее Она поступила так, потому что знает, что в вибрии вот так напит Это хорошо, если так Если в ребенке заложено это с детства Это хорошо, конечно Но ты понимаешь, что чистоту в этой школе нельзя сохранить Она же, вот эта вот даже разговорная речь какая-то Она все равно мало или много откладывается под сознание Человек уже даже, иногда бывают такие моменты Что не хочет говорить, а из тебя вылетает из слова О, а откуда я? Я такие и не пользуюсь этими словами Вот Так вот работает духовный мир Я все на Господа полахаю, на него надеюсь только Я не знаю, как правильно Может быть, и правда надо со школы забрать А может оставить, а может Я не знаю Не, ну Резко-то сумасшедшие поступки тоже не делаешь Ну, вот разумно Мы вот с дочерью Когда она родила первого Да Ну вот Мы тогда еще начинали с разговора о прививках Она Нет, я не буду делать Второго родила уже второму пять лет И не делала она ни одной прививки, к примеру И здоровые пацаны не болеют ничем абсолютно Видишь А с этими прививками, опять же, шаблон положили Люди боятся И как-то я прививку не буду делать У нас запрограммировали Начиная с детского Да какой даже С родительского Вот этого начала С родительного дома С этого начинается шаблон Человек Женщина уже не представляет себе Даже как она может Сможет родить дома Ну, раньше, еще сто лет назад Ну, это нормальное явление было Были какие-то вот эти повитухи То есть Побежал там к соседке Ну, скорее там Манька рожает Надо помочь О, да какие проблемы Все приближало Уже дела Родили-то уже Это нормально Это же в литературе Везде описывается Как это происходило А сейчас Ой, да ты что Там в очередь Какой-то роддом Там врач Мне хороший Не хороший Сейчас Да тоже еще Чем себе заниматься То есть Я на работу устроилась Мне вроде бы там Ну, как сказать Нравится Именно в плане Моральном, наверное Что-то Нам там мало общения Это на пекарне По ночам Ночные смены Там мало общения Там Я могу там Наушники Вставила Суши Там стоят Какие-то Ауты А сама Механические там Работы Вроде бы Мне и нравится Но опять же Я понимаю Что у меня Много свободного времени Вот днем И я должна Как-то Что-то Делать Во славу Божию Я вот не могу Не придумаю Пока так найти Когда ты Тоже вопрос Там задал В своем Последнем ролике Кто ты Да Для Бога Что ты Для Бога Делаешь Это я так Прям Захотела С тобой Познакомиться Это все Рождается Внутри Это все Находится В мире Духовном Вот То есть По простым Умам Это нельзя Вот Я буду делать Это Но Существуют Различные препятствия Опять же Там уже Меруда Есть препятствия Разума Иногда И люди Стесняются И все такое И прочее Я имею ввиду Какие препятствия Бывают Для того Чтобы трудиться Богу Это все Должен делать Не ты Должна это делать А Бог должен Через тебя Это делать Но Богу нужно Предоставить Возможность Это делать Понимаешь Потому что В первую очередь Если человек Не чист То Бог Через него Просто не сможет Ничего делать Поэтому Требуется Исправление Сегодня Большинство Большинство К женщинам Относится Все ищут Во внешнем Кто Старцев Высматривает Кто Царя ждет Кто Храм Выстроит А утешения Не находят Все ищут Ищут А ищут Во внешнем А Иисус Сказал Царство Мое Не от мира Сего Его Спросили Как-то Фарисей А где Он говорит Царство Внутри вас Есть Мы Не сможем Ничего сделать Прежде чем Царство Божие В себе Не откроем Оно есть В каждом Но его Нужно Открыть В себе Как это Сделать Это совершенно Уже Иной вопрос Человек Кажется Он все Предлагает Все усилия Предлагает К этому И очищает И душу Свою И плоть Свою Очищает От Грехов А все равно Какие-то Непонимания То есть Человек Находится В мытарствах Вот этих То ему плохо То ему хорошо То он Сомнений Какие-то А когда Царствие Божие Внутри Идет Постоянно Ну то есть Нет такого Полоса белая Полоса черная То есть Состояние Постоянной Благодати Нет Нет сомнений Потому что Ты ничего Не делаешь То есть Я полагаюсь На Бог Господи Я Без тебя Ничего Не могу Делать Есть Псалом Такой Он Писал Что Дней Лет Дней Лет наших 70 При большей крепости 80 лет Самая лучшая Пора В жизни Человека Это труд И болезни Представляешь Мы и ищем Там что-то В этой жизни Непонятно Каких-то Путей Что же мне делать Чем же мне Заняться Оказывается Самый лучший Это труд И болезнь А почему Самый лучший Труд И болезнь Потому что Ум Ничем Не занят Человек Он находится Просто Целенаправленно И идет К своей цели Да У меня цель Выздороветь И все И он ждет И когда трудится Человек Он с лопатой Начало грядки Конец грядки Ему надо Сделать Эту работу Ему не о чем Лучше думать И заботиться Его душа Находится В покое В чистоте А вот эти Терзания Сегодня Раньше Знаешь Как работали Ну ты Не помнишь Что бы Вот этих Моментов Раньше Постыдным Считалось То есть Если человек С одной Работы На другую Скачет Вот Ну то есть Если подбирали Такого Работника Ну хорошего Ответственного То всегда Смотрели Книжку Насколько Длительен У него Рабочий Стаж То есть Сколько Насколько Долго Он на одном Месте Накатился То есть Это показатель Того Что человек Ну можно Скать Постоянный Вот А Условия Постоянства Это хороший Признак Духовный Тоже Когда человек Не мечется Не мечется По этой жизни Он четко Видит Свою цель Вот И у Христианина Что мне Там Выбирать Вот Я знаю Одну Баптисту Она дворник Вы понимаешь Она просто Листья Метет Утром Встает Подмела Двор И вечером Там Подмела Двор А ей Больше Ничего Не надо В жизни Она Только Царствие Божие Ждет И листья Метет Вот эти А что Ей еще Надо Вот Представляется Возможность Она Господа Проповедует У нас Лукавые Видишь Ко мне Тоже Родственники Приезжали Ой Не могу Не могу Все Закружилось Там То туда То сюда То там Дочка То на одни Занятия На другие Занятия То на рынок То в магазине Слушай Я говорю Ну а ты пробовал От этого От всего Избавиться Да какой Избавиться Это же Это же Жизнь До того Смешно Вообще Жизнь Мы сами Семь Устроим Эту Жизнь Суета Сует Все Будет Суета Вот Видишь Когда мы Откладываем Вот эту Суету У нас Поцаряется Царство Божие И все И мы Плускаем Господу В сердце Своем Господи Я уже Все Я не хочу Заниматься Этой Жизнью Ты Управляй Сам Понимаешь А хорошо Там Или плохо За все Благодарите Сегодня Хорошо Слава Богу Завтра Плохо Слава Богу Оказывается Видишь Если принимаем Это плохое То оно Всегда В научении Просто так Не бывает Плохого В этой жизни Если плохо Это значит Только Для нашего Духовного Возрастания Ничего Ничего Нет плохого В этой жизни Все хорошо Все только И вот Когда Травму Получил Он сказал Все Да Ну вот Лежишь Ты Руки Ноги Не работают Все Это Какой выход Ну понимаешь Человек допустим Попал В тюрьму Ну ладно Пять лет Десять Но будет Какой-то Конец Да Край Все равно Освобождается И человек Выходит на свободу А тут А тут же Я лежу И понимаю Ну все Это же Свободы Никогда Теперь Не будет Я не встал Никогда На свои ноги Никогда Руки Ничего Не смогу Взять Ну вот Так вот Два года Прошло На третий год Понимаешь Господь Освободил Меня От этого Всего А вот Она Просто Такую Свободу Подарил Внутри Себя И все Оказывается И в таком Состоянии Можно быть Свободным И ты понимаешь Это Не слова Какие-то Там Высокопарные Я тебе Свидетельствую Об этом Не значит Такое состояние Как наблюдатель В этом мире Я вот Просто Наблюдаю За тем Как Господь Все управляет Это Там Кто-то Говорит Про чудеса Я эти чудеса Каждый день Вижу Каждый день Я Вот В сердце У меня Благодарность Я Это Все Вижу И Даже То Что С тобой Сейчас Мы Общаемся Это Как Чудо Какое-то Я Понимаю Что Меня Тянуло Как-то С тобой Не знаю Кто Знакомится Может быть Я Даже Не знаю Зачем Наверное Господь Решил И Когда Мы Пытались Как-то Созвониться Тут Там Не Получается А Сейчас Общаемся Думаю Слава Богу А Пока Не Могли Связаться А Я Это Тоже Полезным Занятием Занялась Книжку Почитала Как-то Все Такие Все Обстоятельства Все Как-то Складывается Все Так Как Надо Не Так Как Я Хочу А Как Надо И Все Что Происходит И Каждый Момент В этой Жизни Ты Просто Понимаешь Что Конечно Надо В первую Чуть Сознать Что Мы Не Есть Вот Это Мясо На Котором Надо Ухаживать Большую Часть Жизни Посвящать Ему Человек Это Дух Это Такой Же Дух Часто Мирским Кажется Я Умру Да Еще Это Пар Какой Ты Представь Господь Бог Создатель Всего Сущего Всего Видимого И Невидимого Он Предпочел Состояние Духовное Не Жиль Ты Думаешь Что Духовное Состояние Хуже Плотского Дух Это И Это Есть Само Совершенство А То Что Мы Сейчас По Плоти Живем Мы В тюрьме Находимся Это Тюрьма Наша Тюрьму Нашу Поднесли Чему Что Радоваться Оно Именно Вот Это И Есть Радость Духовное О Царстве Божьем О Котором Господь Говорил Оно Внутри Вас Есть То Вот Это Утешение Мы Утешение Внутри Себя Должны Искать Конечно Сесть Вот Я Не могу Ничего Просто Зарыдать Я Ничего Не могу Господи Вот Ничего Не буду Делать Пока Ты Меня Не Достаешь Ты Конечно Правильно Ты Говоришь Посвящаешь Себя Богу И все Суету В сторону Откладываешь Ну Ты Видишь Ты Просто Сама Объяснить Это Конечно Тяжело Кому Словами Я Не могу Объяснить То Что Я Каждый День Испытываю То Что Ну Просто Наблюдать Я Смотрю Как Все События Все Обстоятельства Они Складываются Так Ну Как Все Так Правильно Как Я Кучу В жизни Которые Просто Люди Не поверят Что У меня Со мной Такое Происходит Что Я За Все Благодарю Я Даже Неверующим Людям Я Могу Сейчас Уже Сказать Это Же Господь Вы Понимаете На Меня Такими Глазами Смотрят Конечно Пускай Не понимает Никто Это Нормально То Что Как Господь Говорил Что Вера Наша Она Для Еленов Она Безумие Считается То есть Под Еленами Он Занимал Язычников То есть Конечно Мы Безумные Ты Вот Так Вот Приди В любой Трам Православный Начни Там Духовная Жизнь Жизнь Говорит И Также Раскроет Глаза Потому Что Замаскированные Все Христиане Потому Что О жизни Духовной Никто Не Знает Они Потому Что Никто И Не Говорит А Если Он Начинает Священник Говорить О Росте Духовном Его Тут же За штат Выставляют И Люди Бегут От Него Поэтому Чем Привлечь Людей Конечно Разговорами О Ласской Жизни О Ее Устроении С Ума Можно Сойти Говорить Вот Об Этом Я Не Знаю Ну Куда Не Включ Противно Не То Что А Слушать Об Эти Мы Там Храм Построили Там Для Храма Требуется Содержать И вот Вокруг Вот Этого Все Вокруг Кирпичей Все Разговоры И Ходят А Если Начинает Даже Если Смотришь Ну Все Начал Он Говорит Духовно Духовно Все Раз 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 И Все Заканчивается Кирпичами Под Конец Все Закончится Обязательно А Почему Потому Что Притворяется Потому Что Дух Не Божий Дух Он Вроде Понимает Что Надо Быть Вот Как По Духу Жить А Не Получается Тот Мирской Дух Он Все Подбеждает Тут Нельзя Никак Невозможно Притворяться Ты Или Живешь По Духу Или Не Живешь У Мне Как-то Наоборот Получается Я Притворяюсь В ту Сторон Ну Не То Что Я Притворяюсь А Хочу Быть Такой Как Мир А Например Как Я Се Объясняю Ну Что Ты Там Как Я Начинаю Говорить Объяснять Что Ань Ты Понимаешь Что Я Вот Свои Мысли Свои Отношения К Богу Я Перевожу На Твой Нормальный Язик Ну Какой Который Для Тебя Нормальный Я Пытаюсь Это Под Все Размышления Свои Обстоятельства Подстоит Что Ты Хоть Немножечко Поняла Что Такое Вообще Господь И Что Такое Эта Жизнь Приходится Переходить Ну Вот Да Я Тоже Такие Приемы Использовал Раньше Сейчас Нет А оно Не действует Тоже Абсолютно Лучше Знать Евангелие И Пользоваться Только Вот Евангельскими Терминами Ну Стихами Потому Что Только Слово Божие Если Возможно Пробудить Душу Человека То Только Через Слово Божие Как Написано Помнишь Слово Божие Живо И действенно Только Оно Только Божье Слово Проникает Да В состав И мозгов Видишь Ты ищешь Допустим Послужить Богу А это И есть Служение Когда Ты Направляешь Свой Дух К возрастанию Когда Ты жаждешь Духовного Роста Когда Ты Ищешь Христа Это И есть Служение Богу Самое Основное Самое Главное Служение Это Себя Вытащить Душу Свою Спасти Остальное Все уже Второстепенное Свет Как написано Что Если Око Твое Будет Чисто То И Все Тело Будет Чисто Вот А люди Это Всегда Заметят Когда Человек Я Православный Человек Что Я Верю В Бога И Боясь Что Немного Плохого Сказать Про Меня Про То Что Я С скажу еще что-то. Сначала ты с такой старухой относится ко мне, я все живу, потом смотрю, это уже в какой-то интерес перерастает, а в конце концов потом начинает задавать вопросы, вот ты верующий человек, и получается, я начинаю проповедовать, хотела я того или не хотела, я начинаю говорить, и людям или облегчение, даже вот в дороге встретилась, мы вызывали с Полиной такси, ну там же в Москве, когда уже туда ехать, на маршрутку, попался таксист, который, а вы верующие, и тоже начал задавать вопросы, я о Боге смогла сказать, у меня столько счастья было, а потом Полина говорит, мама говорит, он плакал, я говорю, это же надо, потом в поезде ехали, я вспоминаю, когда мы ехали в ту сторону, я стеснялась там, у меня было стеснение, что там я плю длинные, все там в лосинах, а может удобно в поезде, в кроссовках, а я в дубочке, в платочке, может быть, это не очень удобно, но я знаю, ради чего я это делаю, ради чего это нужно. Когда мы ехали обратно, не то, что я просто счастливый, что человек был, а мне было настолько, ну, правильно сказать, все равно, что там, кто думает, или, и смотрю тоже то же самое, сначала с осторожностью люди смотрели, а я общалась, как и общая, потом смотрели уже с интересом, а уже в последний, ну, в последний момент и начали задавать мне вопросы. Я даже, которые в Барнауле этот журнал «Душа», мы с Захалиной там ходили в одну церковь, и безусловно. Мы в лоскарте ехали, да? Да, да, можно было взять этот журнальчик, и я взяла, ну, вот для себя, а в поезде, как мужчина один, как начал смотреть на это, это у вас Бог, это, 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 это такие, это, и на эти журналы. Я говорю, давайте вам подарю там, какой-то он выбрал, все, он такой, я не знаю, о чем ему, что это сказала, но в него прям было видно, что он совершенно по-другому, и смотреть, начал и говорить, и прийти их, а поначалу, когда садился в вагон, выпивший был, такой весь веселый, а под конец уже такой вот реально. Ну, и разговаривали. Это Господь уже работает, это уже не наше. Я тут уже, извините, тут тоже я приходила, и на работе, точно так вот смотрю, сначала с осторожностью, потом, ну, я просто вот, ну, полагаюсь на Господа, как оно, как будет, как это, или, Боже, если я должна сказать, ну, управь моими словами, моими действиями, я не хочу так, как я хочу, я все говорю, что-то как ты, как вот на что, ну, нетрудно там что-то сказать. Конечно, ты сама все прекрасно узнаешь, сама все знаешь, как делать, да и тем более закалку такую получила, потеряю, школу какую прошла, это очень хорошо, это очень полезно. Очень, это я согласна. Там ты просто сталкиваешься со своими грехами, со своим, вот тем, что тебе мешает, наверное, для того, чтобы Бога в сердце. Ты один на один там. И мало того, Игнатий Тиконович... Как сталкиваешься? Открываешь? Открываешь. Себе, наверное, открываешь то, что, знаешь, как бы иногда прячешь от себя такие вещи, а там вот он как раз Игнатий Тиконовичу мне помогает вытащить, и он же, видишь, он точечно, он видит вот это и долбит, но кажется, это может показаться вот таким назойливостью, да, да что ты достал уже, что ты в одно и то же мне... А он, видишь, он как дятел долбит в одно место, пока этого червячка не достанет, и человек уже, он взрывается, и все, тут, конечно, он открывается полностью, целиком, но зато ты видишь уже все, грех-то свой вылез снаружи, вот, то есть ты его миру открыл, теперь ты понимаешь, с чем надо бороться. Это нормально, это во всех нас есть, просто не маскировать в себе вот это. То, что он делает, и его миссия, это, ну, судить его Бог, конечно, будет, может быть, и переборы какие, нам что судить-то. Я просто говорю к тому, что не молодец, что ты вытерпела, ну, на второй, на третий день не сбежала. Вот, важно принять это как от Господа, и все. Так у меня и было, я выходила просто на улицу, я говорила, Господи, это же ты меня сюда привел. И я тут благодаря тебе, Господи, потому что ты, так, вот, все обстоятельства, все же в моей жизни вот так вот сложилось, сложилось, и это казалось, это просто чудо какое-то, что я могу оказаться в Потеряевке. И так все произошло, что я там оказалась. Это сколько обстоятельств, сколько все сложилось воедино, чтобы я там оказалась в Потеряевке. И когда я выходила на улицу, мне тяжело, подскажи, ну, как направь, что мне как. И Господь управлял, и моими мыслями, и моими какими-то действиями, и словами, и моими отношениями к Гнатью Дикой, и все. Я не могла там, ну, как сказать, злиться. Не на Него, на себя, да, а на Него, вот, как на Него, там, где-то что-то неправильное. Ну, так же самоуправляем Господом как-то. Разум, он всегда подсказывает, что, вот как ты говоришь, вот эти, происходит все как по волшебной палочке, да. Разум потом он растолковывает, да это на совпадении, это вот так, сходство, это там, вот, то есть разум по-всячески тебе объяснит, что это не Бог сделал. То есть, ну, как ученые, они же всеми путями и с помощью своего мозга, своего ума хотят объяснить вот эти все метаморфозы, да, вот эти вот все непонятные вещи в жизни. А духовный мир, вот, видишь, не хотят ни кати. И вот духовный мир-то открывается кому? Помнишь, как в той притче? Основное, главное доказательство – это ощущение внутри себя. Если сердце моё радуется, какие доказательства? Мы не можем вот своим плоским вот этим умом обозреть весь вот этот духовный мир. А вот как говорят, что целая Вселенная, целый космос, человек, мы не познаваем, да. Вот это же, это на самом деле. Мне так хочется людям сказать, особенно те, которые говорят, ой, да я уже такой, я уже так нагрешил в своей жизни, что... Как человек может так... Мне так вот, ну, кричать просто хочется. Да, это один из штампов, это человек этим самым отговаривается, что отстаньте от меня, я уже пропащий человек, нет. Да. А по сути, его это не забоет, это просто отговорка пустая такая. Да. Человек внутрь себя и не желает смотреть. Всё происходит вот в районе вот этого головного мозга, в районе вот этого осмысления, что вокруг вот этих четырёх стенда разум просто не хочет выйти вот из этого пространства замкнутого. Ну, как духовный мир, как его почувствовать? Что это, где его найти? А он даже чувствуется, он даже не мозгом чувствуется, а сердцем. Вот этим, то, что находится в области солнечного сплетения, вот это вот чувство какое-то, оно здесь находится. Вот там надо ощущать его. Я понимаю, что я всё равно грешный человек. Я даже как бы, что бы я только не делала бы в этой жизни, в этом мире, мне кажется, всё равно, ну, каждый же человек грешный будет, да? Даже святые они как-то, ну, вот, которые на земле живут. Святые имеются, можно сказать, которые ещё жили? Все люди призваны быть святыми. Просто одни стремятся к этому, а другие нет. То есть, что такое святость? То есть, оно само по себе понятие безграничное. То есть, написано, будьте святы, как Бог свят, да? А что такое святость Бога? Она непознаваемая, она непостижимая. Вот и человек начинает стремление к святости, начинает вот в этой жизни, в этом мире. Вот. А путь к святости бесконечен, потому что Бог не имеет ни начала, ни конца. Бог не имеет понятия, его определить чем-то нельзя Бога, да? Ни руками, ни ногами, ни расстоянием, никаким пониманием. Вот и стремление к святости, оно вот такое бесконечное. Поэтому мы будем к святости все время стремиться. И там и в вечной жизни, постоянный рост, постоянный рост будет. Потому что у стремления стать как Бог. А стать как Бог невозможно. Вот, понимаешь, вот этот рост, он будет продолжаться в вечности. Его главное начать. Почему люди не растут в духовном? Потому что они засыхают. Вот тут на земле прям засыхают. Даже кто-то делает, может быть, первые какие-то шаги, знаешь, к Богу. И все, и засыхают на этом месте. Не развиваются духовные. Развитие духовного, оно предполагает знания. Развиваться только в знаниях можно. У нас вот есть такое, ну, можно сказать, поле деятельности. Да, вот он, пахарь выходит, перед ним целина. Надо вспахать ее, потом засеять, потом... То есть видит цель человек для дел своих. Так же и в духовном мире. Чего ты хочешь достичь, да? А ответ дан. Будьте святы, как Бог. Все, стремись к святости. А в чем святость? А в проявлении любви. Постоянно вот это труд над собой. В первую очередь, к себе надо любить. Любовь проявить, надо себя по-настоящему полюбить. Не то, что там, о, какой я красивый, какой я хороший. Это сложно. А вот внутреннее состояние свое, потому что полюбить Бога внутри себя. То, что, представляешь, какое Господь милость какую проявил. То есть мы, болванки, ничего не значимы вообще в этом мире. То есть вот человек от человека рождается, это ничего не значит. Человек, вот они назвали ученый там, человек это звучит гордо, да? Да это по сути вообще ничего не значит. Это прах. Он сгнивает и все. И о нем даже памяти через некоторое время не остается. Оценен человек за то, что в нем Господь сам поселяется. И вот мы не себя должны любить за красивые глаза, за белые зубы, а полюбить вот того Господа, который в нас живет. И потом, когда мы уже научимся этого, мы, видя уже другого человека, мы просто не сможем, но если мы действительно стремимся к святости, мы уже не сможем причинить человеку зло, потому что в нем Бог, который в нас. Получается, мы-то самим себе причиняем зло. Объясняю, говорю, вот там, мам, ты представляешь, там вот так, вот так вот поступил, вот так, вот так вот сделал. Ну, все равно же мы наблюдаем, когда люди поступают не очень хорошо. Я говорю, Полина, пойми, говорю, ты же понимаешь, что Господь всех нас рукает. Понимаешь так? Я говорю, то, что Он не мог создать какую-то некрасивую, плохую душу. Говорит, Он создал нас в любви, самые лучшие, самые... Вот Господь только добрым. А то, что уже происходит в жизни этого человека, то есть это уже какие-то... Это уже налеплено на него. То есть это все какие-то... То, что Он делает, то, что... Вообще, это же не человек это сделал, не та душа, которую создал Бог. Это не оно сделало. Проявление Бога только в любви. Больше проявлений Божьих. Ну, вот человек... Как можно определить, человеку ты оказал любовь, а по его реакции всем... Оказывает человеку любовь, он всегда радуется. Даже если скрывает он свою радость, и всегда радость эта видна на его глазах. Также печаль или боль какую-то ты человеку приносишь, всегда это видно. Всегда у каждого делается свой плод. Всегда Господь и учит по плодам. Надо все узнавать. Ну, бывают разные. Ты, бывает, хочешь вроде сделать пользу, человеку, да, принимают как вред. Вот эти вещи уже надо приносить Богу на суд. То есть, Господи, меня не поняли, как сделать это. Вроде хоть лучше, да, а получается для человека плохо. Ну, в тех же самых обличениях есть люди, которые не выносят. А что, я вроде сказал, ну, сказал, опять же, с желанием помочь человеку, оказать ему поддержку какую-то. Ну, вот, а меня не приняли. Ты видишь, какие они сложности бывают. Теперь же все надо это к Богу приносить, все к Господу. И желательно, конечно, заканчивать вот эти все, ну, можно сказать, контакты, заканчивать любовью. Пусть даже не со стороны человека, но главное, чтобы в сердце твоем оставалась всегда любовь. Так как мне понравилась тоже картинку нашла. Мудрый доктор сказал, что лучшее лекарство для людей – это забота и любовь. Кто-то спросил, а если не работает? Он улыбнулся и ответил, значит, увеличит дозу. Сегодня вот с этой медициной тоже ищет какую-то панацепь, какие-то лекарства. Оно все, видишь, оказывается, внутри нас все есть. И внутри души, и внутри тела все существует. Потому что Господь настолько тело это устроил. Ладно, там все вот эти вот, можно сказать, спящие процессы, о которых мы не подозреваем, они не проявляют себя. А проявить они могут себе только при каком-то определенном включении. То есть найти эту кнопочку, на которую нужно нажать, включить. Допустим, боли какие-то или вот рана какая-то открылась. Вот, ну, я на себе это просто знаю. Вот, то, что доктора не вызываешь, а делаешь это с помощью веры в Бога. Просто говоришь, Господи, я полагаюсь на Тебя. И все, и включаешь вот эту кнопочку, кнопочку вера. На ней вера написана на кнопочке. Верую, говоришь себе, и все. Я верю, что это пройдет, это исцелится, это излечится. Все происходит. Так Бог устроил. То есть устроил наш организм и нашу душу так. Все происходит, все дается поверить. Мы просто потеряли по своей греховности вот это. Не по своему неверию. Так и написано, что Бог придет в мир. Судить этот мир за то, что они верят в него. Ну, как, опять же, это не Бог будет судить. Люди сами себя осудят. Как я мог себя убедить в том, что этого нет? Причем, ты же понимаешь, это люди не просто не верят. Они доказывают себе периодически. Доказывают, что этого нет. Что человек это мясо. Вот, это тоже такая религия. Вот, и он придет, обличит мир о грехе. И о правде, и о суде. О том, что не верует в меня, говорит Господь. Отличение в этом и будет состоять. Человек вот именно, ты понимаешь, его пронзит вот это вот понимание. Как это, как это. Ты представляешь, вот это вот ощущение человека, вот это падение, вот это вот разочарование. Вот в этом разочаровании человек в вечность будет находиться. Он будет, он просто ненавидит себя, будет за то, что он не понял, он не узнал Бога при жизни. Ты знаешь, у кого было? Это Иерей Николай Гурьянов. Он говорил своим, какие вы счастливые. То есть, он встречался когда-то с христианами. Вот, и вы понимаете, радость вот эта вот проникала. Он понимал свое счастье. То есть, он понимает, что он счастливый. И видя подобного ему человека, он тоже, какой ты счастливый, а? Мне тоже сегодня хочется говорить, какой ты счастливый. А тебя Господь коснулся, тебя Бог нашел в этом мире. Я надеюсь, что у каждого хоть в последнюю минуту он напомнит. Да не знаю, я практика другое совершенно показывает. Люди умирают просто пачками, миллионами умирают, никто не успевает. Есть молитва такая, чтобы Господь уберег от внезапной кончины. Вот такой, чтобы хоть как-то человек осознал и покаялся. А люди в большинстве сегодня... Мгновенная смерть, какое там покаяние, крушение там самолетов, поездов. Ну вот в России, в России только в одной 35 тысяч аварий в год, 35 тысяч смертей. Только в автомобильных катастрофах людей помирает. Слышишь, мгновенная смерть. Какое покоение? Там шок и все. И ад. Поэтому радоваться и славить Господа. Да? Ой. Смотришь и на рыть людей на смерть. Мне сегодня матушка пришла, там сказала... Я не знаю эту девчонку, она знакомая, там муж и жена, вот у них дочка. Умерла девочка, Катя, но не девочка, сколько ей там. Она уже женщина, наверное, лет 25, может, ей. Ну, незаметно просто. Опухоль в мозгу все нашли. Все раз положили в больницу, впала в комбу и какие-то буквально считанные дни, и все, и ушел человек. Так ты понимаешь, ты представляешь, какие вещи происходят. Мы же сидим тут вот на местах. Я вот пока не попал в эту ситуацию, да, такое тоже было здорово и все. Беззаботный, бесшабашный, как говорится. И не задумываешься ни о чем, что вокруг. Да ты просто человека не знает, не понимаешь, что вокруг происходит. Ну, так видел, там, как людей сбивает, там, и поездом, и машиной, и все такое. Ну, что с этими людьми потом происходит? Насколько сегодня в этом мире, вот это только отделение, летом особенно, приди, отделение интенсивной терапии, ПИД. То есть, какие люди с какими травмами лежат, ой, это просто конвейер смерти, понимаешь. Одних заносят, других выносят. А вокруг столько горя, столько смерти, столько страданий вот этого. Сколько вот этого сейчас рака, от рака, сколько детей умирает в жизни. Нету, за что ее ценить, там, поскорее бы отсюда смыть сможет. Да. Вот, потому, поэтому цепляться тут не за что. Нечего мне искать, во-первых, с этими школами. Ну, я бы по-своему сейчас, я не на тебя то и списываю, а как бы я поступил, я ни за что бы не отдал бы дочку. По сегодняшнему своему пониманию. Чтоб ее так загаживали, там, мозги. Она же тебе, она приходит, она тебе, ты думаешь, все, она тебе расскажет. Конечно, она все тебе не расскажет. Ты только она просто... Представляешь, у ребенка какие там в голове происходят катаклизмы? Духовно просто не смотрим на эти вещи. А духовно это катастрофа самая настоящая. Это просто победа над дьяволом, над человеком, над его душой. Он же постепенно связывает эту душу. Он ее сковывает постепенно и под себя подминает. Он насилует ее, понимаешь, духовно. Борьба также у этого ребенка. Внутри происходит борьба. А борьба в чем? В том, что он принимает этот мир, эти все условия, эти стандарты, эти рамки. Он принимает, понимаешь? Но он принимает через борьбу. Он вроде... Если более-менее духовный ребенок, он видит, что это неправильно, так не должно быть. Но он, в конце концов, он смиряется с этим. Я тоже над этим очень много думала. Мне... То есть додумалась до такой степени, что у меня просто паника началась. Я не понимала, как мне ее... Как мне ее вытянуть из этого всего. Почему мы из потеряем поехали? Я ради нее очень хотела вытянуться. Хотя бы хоть немножечко понять, как мне действовать, как матери, по отношению... А сколько мне такой дар, да, ребенка этого, которого я должна привести к Богу, который... Конечно. Я... У меня ответственность, это... Это же не просто там воспитать ее хорошо. Мне хорошо очень... Кто-то сказал, не помню даже. Потому что вы с Полиной должны понимать, что вы друг за друга будете отвечать. И каждый спасает... Вот вы вместе. И как-то... И вот так вот с переменным успехом. Я бывает... Я в ней же, я вижу это, чувствую. Когда она вниз, когда вверх. Когда вниз, когда вверх. И опять же, я не могу ее закрыть в монастыре, где... Ну, не знаю, простой это путь или сложный путь. Но у нас такой путь, какой он есть. И я только на Бога надеюсь, чтобы... Потому что, опять же, вера все равно это дар. Как насильно бы я ее не заставляла, как бы... Я просто вижу, где она понимает, где нет. Я прошу, Господи, дай мне... Вот что я должна сказать? Чтоб я это сказала так, чтобы до нее дошла. Не так, как я взрослому человеку могу объяснить или что. А вот на ее уровне, чтобы она понимала, что я должна сказать. Что я должна сделать для того, чтобы вытянуть из этого. Ну, Богородице прошу, как... Ну, вот как мать у матери. Ну, чтобы она помогла мне тоже это вот понять. Чтоб направлено на правильный путь, на истины. И меня, и чада. Забрать, чтобы... Да, ну, бывает так, что вроде... Забирают вот сейчас многое, уезжают и в деревню, и уезжают. А доходит до того, что люди просто неверующими, разочаровываются этими документами, знаешь. Крайности, конечно, тоже не надо подать. Зачем? Просто постоянно помнить об этом. Постоянно помнить. Я в этом постоянно нахожусь, в этом напряжении. Напряжении. Почему я... Наверное, из-за нее я вот ближе к миру. То есть я должна все это видеть и все это понимать. Так бы я, наверное, бы закрылась бы от всего. Только с вас. А вот с ней я еще вот, вот, как бы возвращаюсь туда. Вот к бабушкам, к дедушкам, к общению с людьми, к тому, что надо устроиться на работу. Ну вот, только, наверное, для этого. Опять же, я боюсь, как сказать, чтобы Господь, если там мне мешает Полина спасению моему личному, чтобы Господь у меня ее не отобрал, поэтому я тоже стараюсь так, чтобы просто ее за собой тянуть. Вот это, наверное, нам больше. И я в один определенный момент, я ей, как бы, перед выбором поставила, Полина, я вижу, что ты творишь, наверное, и то, что ты, ну, совершенно неверующий человек. Вроде в Бога не веришь, то, что ты делаешь. Ну, это еще перед потеряемкой была. И я уже дошла до того момента, когда я поставила перед выбором. Я говорю, Алина, либо мы идем вместе, говорю, я иду к Богу. Если ты идешь в другую сторону, значит, ну, ты понимаешь, явно не к Богу. Поэтому либо, говорю, мы идем вместе к Господу, либо, говорю, я иду одна. Я ей рассказала все, у меня как-то в голове была устроена, как она, там, бабушки, дедушки ее ценули к тебе. То есть я говорю, ты можешь с ними жить. Я это серьезно, это не то, что я там лицемерю или еще что-то. Я уже приняла просто это решение, ну, как бы в себя внутри. И это мы либо вместе, либо, опять же, по Евангелию, да, как мы должны отречься от родных, от близких, от, в первую очередь, от Господа. А как, в каком внимании, чтобы... Ну, то, чтобы выкинуть, а в плане, на первое место поставить Господа. Вот так, и я вижу, что она что-то идет, что Господь все равно, что вера у нее есть. Вот, вот, она верит. Иногда ее этот мир затягивает, тоже это вижу. Но она возвращается с успехом. Поговорим, пообщаемся, возвращается. Опять же, мы сейчас вот с Анастасией Риковой, которая с семьей, с семьей, мы вместе по вечерам Евангелие читаем. То есть она всегда, она даже мне напоминает бывает. Она говорит, мам, сегодня же время же, ты где? Ей интересно, она увлекается писанием, да? Я не могу сказать, что ей интересно или мне интересно. Я понимаю, что это надо, и мы должны в этом развиваться. И какие-то моменты, вот, когда у нас в жизни происходит, то этот момент из Евангелия, который мы ранее, который там интересен был или нет, он вытягивается как-то, и это очень полезно. Ну да, и к нему еще надо, в первую очередь, относиться как к руководству. Ну, покупаешь там чайник, миксер, да, вот к нему руководству. Вот так Евангелие по нашей жизни. То, что мы любое пояснение, любой момент жизни мы откроем через Слово Божие. И все растолковано там. То есть вопросов не возникает. Это просто удобливо, почему, знать Писание. Потому что, когда сталкиваешься в жизни с тем или иным моментом, да, ответ тут же всплывает. Человек же всегда ищет, ищет же ответа какого-то, мне надо знать, да. А Слово Божие, оно безупречное, без эвукаризма. Кто может больше сказать, чем Бог, да. И все. А когда Писание объясняет, то и вопросов уже нет. В любом споре вот помогает, люди сталкиваются. А вот так Бог говорит. И все, человек уже просто не может противопоставить. Ну, если Бог говорит, то извините. Игнатий Тихонович тоже у меня когда-то сказал, что, да, одно дело, когда ты там своими словами объясняешь, но это человека не трогает. А ты ему стих из Евангелия скажи, и пускай я с ним разбирается, а не ты там своим, Мишка. Поэтому тоже я по этому поводу молюсь, что у меня нет такой прям любви к Евангелию. Может быть, я не понимаю, что такое любовь к Евангелию. Но если я понимаю, что я... Я думаю, это дар тоже от Бога. Стремиться к этому как, это невозможно тоже. У Бога просить надо, Господи. Я, допустим, я хочу проповедовать Тебя людям, хочу говорить людям о Тебе. А вот удобнее всего это делать с помощью Слова Твоего. Дай мне такой талант, да. Вот об этом просите, и Господь даст. Я не знаю, просто хочу ли я это. Ну как не хочу, но... Желание. У тебя разве желание нет свидетельствовать, о Господи? Свидетельствуй грамотно, в первую очередь. Потому что говорить-то сегодня много кто загорается, люди загораются, ему хочется бежать, рассказывать всем. А бежит, а говорит, ну, и если говорит, часто и ошибается, и все такое, и не по писанию говорит. Важно тоже правильно говорить. Да. Я такое нужду чувствую, когда у меня спрашивают, а я не могу стихом его. Я в голове, я этот стих помню, я его знаю, я понимаю, как надо поступить, но я должна его сказать человеку, а я этот стих не помню. Вот в такие моменты я, конечно, очень... Поэтому и попадают часто вот в такой просак, так называемый, да, и с мирскими людьми. Он тебе просто вопросом каким-нибудь... Ну, есть такие шустрые, знаешь, люди. Он тебе вопросом каким-нибудь камерным... А вот так вот, а что ты скажешь тут? И все, а ты вроде знаешь, слышал, да, а не помнишь. Да. И все, и вот она, твоя вера, вот она, твой Бог. Ну, конечно, с такими лучше и не спорить, что там, ему все равно ничего не докажешь и не пояснишь. Человека интересующегося, его всегда видно, вот этот вот блеск в глазах его ничем не заменит. Человек, который отвергает Бога, у него как бы такие шторочки сразу джык мутные, и такая пленочка надвигается на глаза, и все, и это, значит, человек отвергает то, что ты ему говоришь. Он вроде делает вид слушающего, а ничего не слышит, как об стенку. Я это видела, вот эту пленочку, вот прям, как вот ты говоришь. То, что я визуально видела, ты словесно это скажешь. Вот, ну, правда, сразу такая. Вот, оно так и есть, шторки такие. Да. Причем ты понимаешь, что человек этим как-то даже, наверное, и не может повлиять на это. Вот захотеть, захотеть слышать то, что ты говоришь. Многие понимают даже это, то, что будет смерть, будет суд. Многие, это очень многие, особенно сегодня в нашем мире, понимают. Но люди больше мир любят. Они вот это любят, они не могут. Они же понимают, что если принимать эту сторону, то с этой надо будет расставаться. То есть это все надо будет оставлять мир. Вот. А любовь-то к миру, поэтому у меня был просто такой, еще лет 15 лет назад, я с родственницей своей говорил. А они там собираются, как-то на свадьбу какую-то. Я говорю, ну, чего это идет? Блин, пляски там, гулянки, пьянки, вот это все. Я говорю, боги, все это неприятно, это все для бога, вот эти вот наши веселухи. То есть все наши, может быть, а на свадьбу-то и нормально, но поведение достойно тоже должно быть, хоть не переходящие рамки, да? Вот. А человек говорит, ну как я все это оставлю? Мне хочется же и выпить немножко, и потанцевать, и посмеяться, повеселиться. Видишь, это же предполагает оставление. А для христианина, пользующийся миром всем, как не пользующийся, пришел, тебя пригласили на свадьбу, иди, конечно, приди и вина выпей. Но ты же там не будешь ноги задирать или орать. Конкурсы там сейчас, знаешь, модные какие-то эти вот конкурсы там тоже развратные какие-то устраивают. Я этого мира раньше была участницей, это все. Мне кажется, он совершенно другой человек, это не я была сейчас, я, а то была не я. Я вот сейчас не могу представить, как, как, ну, даже не хочется представить, как такая. Стыдно. Вспоминаю, что и стыдно становится. Да. Я не знаю, это откуда вот у меня, у меня вот это прошлое, ну, я верю так, что Господь все стер, то есть он с этой, с подкорки даже, вот, ну, как есть такая глубокая память, да, которая, вроде, в уме ее нету, но она где-то в подсознании, которая всплывает потом незаметно. А у меня все вообще, у меня, вот, я 30 лет вот в грехах прожил, понимаешь, все стерко абсолютно. Бывает, возникает, ну, когда знакомые приходят какие-то, ну, сейчас уже ко мне давно уже никто и там с того мира не приходит, вот, и напоминают, а я, а у меня всплывает все равно, я раз, думаю, а зачем ты это все поднимаешь из этой мути, вот это все, из этого болота. Я говорю, ты это не я был, ты что, мне так стыдно, ты что. Я говорю, ты ошибаешься, это не я. Конечно, человек видит, что он какой-то уже, он вроде с тобой общался, и не с тобой, да. Да. Ну, конечно, это неприятно, ему-то хочется прийти, повспоминать там, по это самое, помечтать, как вот это все. Ну, это же, знаешь, как пенсионеры тоже любят. Да будет, говорит, хоть что вспомнить. Да, а под этим шоом подразумевается блуд до пьянки, будет что вспомнить. Да ну, вот это вот радость только, Господи, если обрести ее, а обретший ее уже трясешься, чтобы только не потерять ее. Это да, ты пьянье делал, так вот не оскупируешься, если я где-то шаг на тудар сделаю, это тоже. Он может это допустить, а он может не допустить этот мой шаг, ну, в ту сторону. Господь не делает, вот это, знаешь, как миру называются, заподлянки. Господь никогда таких заподлянок не делает. Всегда какое-то лукавство, знаешь. Ничего могу не сказать. Это мы сами себя обманываем. Когда начинаем вроде, вот ты меня не веди в искушение. Ну, какие искушения, опять же. Все они искушение, все они исправимые. Все они, всегда искушение подводят к какому-то распутию. То есть, или вправо тебе, или влево. Всегда есть какой-то выбор. Ты сам делаешь этот выбор. То есть, Господь, если дает сатане искусить тебя, то ты всегда... А то, чтобы взять тебя за ручку и увести в какое-нибудь искушение, так не бывает. Про выбор всегда говорю тоже, и Полине, и Полине, постоянно мы делаем выбор. Постоянно. Либо в ту сторону, либо в... И вот об этом Господа прошу. Господи, чтобы я всегда выбор делала в твою сторону. Хочу сказать, как автоматом. Всегда в твою. Не надо мне размышлять ничего. Чтоб я всегда сделала выбор в ту сторону. Да ты не ошибешься. Потому что, когда сделаешь не в ту сторону выбор, всегда совесть обличает. Ты просто всегда хочется исправить положение. Неправильно сделал, всегда хочется исправить. А как ты с этим бороться, если ты уснуть даже не можешь? Ты уже жить спокойно не можешь. Если что-то не так, если против Бога пошел, всегда есть шанс к покаянию. Даже уже если руками, ногами будешь операться, все равно сердце будет обличить. А это уже так оно ощутимо. Раньше такого ощутимого было. А сейчас прямо тут даже сомнение. Ты точно понимаешь, что что-то не то сделала. А ну, представляешь, а это будет возрастать. Это бесконечно, постоянно будет расти. Если будешь возгревать вот это все. Ну, как это, создаешь такие тепличные условия для духовного роста. Поэтому у конца нету, ограничений нет никаких. Вот. А радость, когда поднимаешься на следующую ступеньку, радость какую ощущаешь. То есть, когда открываются вот эти новые познания, новое, как бы, понимание Бога, понимание себя. Это же, что может быть? Ну, вот смотришь на человека. А человек, он что в 20 лет уже был, то в 50 лет. И, понимаешь, никаких изменений. Это же вообще, это кошмар. Это горе, можно сказать, горе. Человек вот в своем, так истеневает. У него даже риторика, речь не меняется. Вот он как говорил в 20 лет, так он и в 50, и в 70 он так говорит. У него ничего не меняется, понимаешь? И человек даже не осознает. Это как можно понимать? Это вот именно парализована душа. А может, у него вообще уже там души этой нет. Человек вот живет вот этим рамками, разумом вот этим, знаешь, умом одним только. Но, опять же, каким умом? Плотским. Есть ум Божий, а есть ум плотской. Ну, слушай, мне как-то нет вот этой печали, там, или как правильно назвать, там, о других людях. Нет вот там, как плохо, что они там погибают. Что они неправильно живут, неправильно делают. Меня вообще это почему-то не трогают. Не знаю, что это плохо. Но, опять же, я помолюсь, там, о этой человеке, если, опять же, если... Ну, не знаю, как тебе это объяснить. Не трогать. Как я, например, тоже... Пример вот со своими родителями. Опять же, я, если им что-то пыталась сказать о Господе, да, то вижу, что он не слышит. И, наоборот, такая какая-то агрессия, какая-то злоба. А потом просто Господь делает так, что встречаются люди, которые в авторитете для него были, там, с самого молодости. Вот вообще это просто, это был такой человек для него значимый. И потом оказывается, что это человек верующий. И что, когда мама говорит, ой, настолько, говорит, даже, говорит, платочек одела. А это знакомая, говорит, так это же вообще, это же просто замечательно. Это редко так бывает, что дети сначала, а потом родители. Чаще всего родители обращаются к Богу, а потом дети. Это, я понимаю, что, ну и что, то, что я пыталась сказать, это одно. А то, когда Господь такие обстоятельства создает, то это совершенно другое. И поэтому, не знаю, может быть, поэтому у меня печали нет о людях, которые вот идут туда. Я понимаю, что на всю волю Божию. Какая печаль, о чем печалиться, конечно, просто, понимаешь, тут отношение к этому надо, ну, приоритеты расставить, как к этому относиться. То есть, тут не печалиться нужно, а как это, когда находишь что-то, ну, видишь, голодные сидят люди, да, и ты, среди, не голодные. Ты находишь еду, ну, которая в достатке, да, которой можно хватить на всех абсолютно, вот, и ты прячешь ее. Конечно же, сам, когда наедаешься, видишь еще гора этой еды, хочется побежать и всем рассказать, давайте за мной, все введите и ешьте. Вот, это же так Господь сказал о роднике, о источнике воды живой. Кто имеет жажду, иди и пей, тут надо определиться. Конечно, если человек не жаждет, если он плоть, если он не развивается, если он о духовном и слышать ничего не хочет, конечно, чего о нем заботиться-то совершенно нет. Если видишь человека жаждущего, что он мечется в этой жизни и выхода не доходит, вот, то ты можешь предложить ему вот такой выход, что Господь есть дверь, он наше утешение, показать ему, сказать ему раз, два, три, сказать, ну, сказать убедительно, чтобы Господь постараться через тебя сказал, А что ты сможешь, ты ее самому поспастись будет? Ну, это себе такой эгоизм леет. Да это нормально, что там. Когда, знаешь, война предназначена, или Титаник тонет корабль, там, спасает каждый свои души, свою душу, ну, или уж там самых родных родителей, там, или жену, или детей, а на других уже никто не смотрит. Так и в этой жизни подобно. Титаник тонет, спасайся, кто может. Вот все и спасаются. Если есть возможность кинуть круг другому, кидай, конечно. Да, примерно так ей поступают. Марин, ну, что, это, поговорили? Да, спаси, Христос, я очень благодарна тебе и Богу, что это вообще беседа состоялась. Ну, ты просто, Петра, вывод, то, что ты вопрос такой задала, что вопросом этим не увлекайся, не надо ничего искать, потому что без Господа ничего мы не можем, вот, а тут просто сатана начинает кружить, да. Не надо ничего искать, в самой себе надо больше копаться. Ну, это я к тому, к ответу на такой вопрос, как, что я, что я для Бога делать, что-то надо. Я волновалась раньше, вот, это причина по поводу талантов, да, что Господь дает, а ты должен приумножить. Вот это мне волновало, что Господь мне столько дал, столько, а я, что я не приумножаю, я это... Мы с тобой сейчас и говорили, вот, как раз об этом духовном росте, это и есть талант, это и есть духовный рост. Так что тут все внутри нас есть, все, вот это вот царство создаем внутри себя и ухаживаем за ним, подметаем, там, подоконники моем, стекло чистим, все. Чтобы оно было в порядке, чтобы туда Господь мог заходить спокойно и через нас мог дела свои творить. Ну, все, давай, я рад, что мы повидаться тоже. Да, именно, спасибо, Игорь Негода.